Вопрос такой. Вот так получилось, что в последнее время, помимо того, что вы поэт, музыкант, муж и отец, вы стали еще одной из закон сопротивления общественного. Это как-то случилось все неожиданно? Или вы к этому полномерно двигались и в этом положении видите массу плюсов? Я никогда не рассматривал это положение как какую-то цель, и уж тем более никогда это не пытался препарировать с точки зрения каких-то плюсов. Минусов и так далее. То есть просто так получилось? Да, ну и вообще, я не знаю, само по себе утверждение, что я стал иконой сопротивления, вызывает у меня, признаюсь, неловкость. Ну не скромничайте, мне кажется, так оно и есть. Ну, блин, я не знаю, как это прокомментирую. Хорошо. Борьба с системой, на мой взгляд, одна из самых рутинных вещей на свете. Более того, вероятность того, что это как-то сдвинет систему с места, ну, одна десятая процента. На что вы надеетесь, когда пишете песни, которые становятся лозунгами для разных митингов и так далее? А какие из моих строчек стали лозунгами для митингов? Они, по крайней мере, на слуху у людей, которые принимают активное участие в общественной политической жизни. Вы надеетесь на то, что это сдвинет что-то с мертвой точки при вашей помощи? Ну, я надеюсь, что это та самая капля, которая, может быть, поможет точить камень, не более. Слушай, ну, в последнее время у нас все меньше и меньше видно артиста Нольз МС в связи с акциями, которые протестные, или как их сейчас называют. Раньше активность была в этом плане гораздо больше. Это некое разочарование в том, что происходит сейчас в этом движении, или что-то другое? Да мне просто кажется, что в последнее время, наоборот, мы в таких акциях с группой принимаем участие как раз больше, чем когда-либо. То есть мы вот выступали на последнем марше миллионов. До этого я принимал участие в митинге на Болотной 10 декабря. Я был в Казани на митинге за честные выборы 24 декабря. Мы в каких-то акциях, в которых успеваем принимать участие, порой принимаем участие. Хотя, если говорить о разочаровании, то, ну, не скрою, многие из выступавших с речами на последнем марше миллионов, где я был, меня расстраивали. Уровнем своей риторики и вообще в целом, да, теми идеями, на которых они акцентируют внимание, мне кажется, это не ключевые проблемы. Меня вообще в целом расстраивает радикализация лозунгов. Мне кажется, многие из оппозиционеров, к сожалению, смотрят не на суть проблемы, а на ее внешнее проявление. Ну, собственно, в последней книге Пелевина в Снафе есть прекрасная совершенно мысль. Там есть мифический народ орки. Ну и, собственно, у них очень харизматично зовут их часто сменяющихся лидеров. Вот один из них — это Рван Дюрекс. Пелевин пишет, что величайшее заблуждение орков в том, что они считают, будто бы у них все плохо из-за того, что у них Рван Дюрекс, а на самом деле у них Рван Дюрекс из-за того, что у них все плохо. Некоторые критики, твои критики, говорят о том, что Нойз МС использует, удачно устроился в это движение, освоил эту тему и таким образом зарабатывает в себе музыкальные очки, скажем так. Привлекает в себе внимание на том поле, на котором, ну, скажем, многие артисты не могут себе позволить или не могут или не хотят работать. А ты, мол, таким образом зарабатываешь в себе очки, лишний балл к популярности, скажем так. Ну, эта позиция для меня не секрет. По ее поводу я высказался, например, в песне «Вьетнам», которая открывает наш новый альбом. В общем, если кто-то из людей, придерживающихся подобного мнения, еще эту песню не слушал, то, мне кажется, стоит послушать и сделать какие-то выводы. Я просто пишу о том, что меня волнует. Когда я сочиняю песню, я часто строю ее как обращение к слушателю, ну, то есть это не глаз вопиющего в пустыне. Мне близка именно риторика сценическая, ну, что в целом для хип-хопа свойственно. Усматриваю тут какие-то инсинуации, попытки набрать баллы, ну, я не знаю. Если кто-то это видит, хочет это видеть и, не знаю, получает извращенное удовольствие от того, что так думает, и внутренне радуется, что вот так меня раскусил, ну, я могу это запретить разве? Ну, не могу и не хочу. Зачем? Многие, наоборот, высказывают такую претензию к своему творчеству, что как раз в нем практически нет каких-то песен на злобу дня, каких-то передовиц, которые могли бы, учитывая талант автора, стать гимнами сопротивления, чуть не каждую неделю меняться на новый гимн сопротивления. Ты видишь свою миссию в том, чтобы как раз говорить о вечном или говорить как раз с другим электоратом, объясняя им какие-то простые вещи о том, что расизм – это плохо. Ну, вот в новом альбоме есть как раз несколько таких базовых вещей, которые вроде всем понятны, но ты считаешь нужным проговорить это еще раз, видимо, для какой-то аудитории низшего уровня. Я люблю писать разные песни. Разные песни порой обращены к разным людям. И зачастую, сочиняя трек, он является ответом на какую-то типичную ситуацию, с которой мне довелось встретиться в жизни. Порою, сочиняя какую-то песню, я могу ее, ну, вплоть до того, что она может быть обращена к какому-то конкретному человеку. В моих текстах порой лирический герой – это не только голос автора, да, но и подразумевается некий образ слушателя. Не всегда этот образ слушателя одинаковый. Нет какого-то универсального правила. Как в жанровом смысле мы используем с группой совершенно разные стили музыки, так и в плане, не знаю, уровня риторики, там, подбора, ну, какой-то лексики. Ну, то есть это всегда все делается по-разному. И какие-то песни, конечно, можно объединять в определенные блоки, да, по этим признакам. Ну, а какие-то вообще стоят особняком. У меня нет какой-то генеральной линии. А что касается претензий, о которых ты говоришь, ну, очень многим людям почему-то кажется, что я должен делать что-то другое. Не то, что я делаю сейчас, не то, что я планирую делать. Ну, что уж тут поделать. Наверное, им надо сделать что-то самим, чтобы это полностью соответствовало их требованиям и ожиданиям. Песня про лукоиловский «Мерседес» была как раз по конкретному поводу и очень жестко, и попала так в цель, всколыхнула целую компанию. Происходят ли сейчас вещи, на которые ты бы хотел как-то отозваться поэтическим словом, которые бы тебя до такой степени возмутили, всколыхнули, чтобы ты сел и написал, не знаю, там, «Арест», «Пусть и рай» — это что-то еще в этом духе, то, что происходит каждый день. Ну, косвенно, вот если говорить, например, об «Аресте», «Пусть и рай», ты написал песню «Yes, Future», в котором, в числе прочих, прохожусь по РПЦ, и получилось так, что какие-то строчки этой песни, они полностью в ситуацию попадают. И нет смысла высказываться по этому поводу отдельно, на мой взгляд. Просто, возвращаясь к вопросу, который прозвучал чуть ранее, ну, мне интереснее, конечно, говоря о современном, пытаясь уловить дух времени, создать что-то такое, что можно было бы понять и прочувствовать, послушав песню через какое-то продолжительное количество времени. При этом, ну, я порой не гнушаюсь и какими-то остро актуальными какими-то вещами, использованием какого-то сленга, который явно канет в небытие через очень маленький промежуток времени. Главное все-таки дух времени поймать. Насколько это жизнеспособно в дальнейшем, это совершенно неясно, и предугадать это невозможно. Но «Я живу сегодня», и это отражается, конечно, на творчестве. Многие считают, что вы стали так очень активно ловить дух времени после того, как побывали под арестом, и как-то это, видимо, то ли изменило ваше мировоззрение, то ли снабдилось какими-то новыми впечатлениями. Это так или нет? Или до этого у вас были? Просто многие люди, знаешь, увидели какую-то одну там медиа-вспышку, да, и судят с этого момента по ней. И открывая для себя какие-то мои новые песни, люди порой думают, что это все написано вот только что, прямо сейчас. Не утруждая себя попытками разобраться, что какая-то песня там, которая кажется, что написана вот только что, на самом деле, там, какого-нибудь 2007 года.